здравствуйте в студии наконец-то олег хилл с обзором британской прессы на сегодня на четверг 7 апреля да как вы знаете у меня были технические проблемы в студии компьютер попросил обновления всех программ и поэтому в связи с моей занятостью также пока все это обновлялось пока переустанавливались драйвера и так далее мне пришлось пропустить вчерашний выпуск и сегодняшний тоже задержался но в любом случае сейчас вы узнаете чем же радует британцев сегодняшние газеты о чем о чем пишут заголовки газет самых популярных в англии и так новые санкции для россии налог на жену сунака очень интересно давайте посмотрим что именно что именно подразумевается под такими крепкими заголовками в первую очередь фотография владимира путина с его двумя маленькими дочерьми и бывшей женой людмилой которая была сделана в 90-х годах в смысле фотография не жена доминирует на первой полосе газеты guardian газета сообщает о новых санкциях сша направленных против уже взрослых дочерей российского президента марии воронцовой и катериной тихова тихоновой которые по мнению официальных лиц могут контролировать некоторые активы путина на первой полосе financial times основное внимание уделяется экономическому наказанию москвы западом в ответ на предполагаемые зверства совершенные российскими войсками в буче папа франциск изображен с украинским флагом присланным ему из города который он поцеловал насколько я помню но здесь фотография это не показывает среди действий которые предприняты против россии газета сообщает что финляндия задержала партию произведений искусства на сумму 42 миллиона евро которая направлялась в россию и задержали ее на границе с фалима большая часть первой страницы daily телеграф посвящена сообщению из украинского села андровка житель которого рассказал о леденящих кровь угрозах со стороны российских солдат на фотографиях на первой полосе татьяна алексиенко стоит перед своим садом который по ее словам солдаты разрушили для того чтобы освободить место для ямы которую они намеревались использовать в качестве ее могилы как вы видите вот та траншея на фотографии говорит о многом газета times отвлекается от темы войны и показывает что великобритания готова отправить а нет ну да тоже продолжает эту тему и великобритания готова отправить бронетехнику в украину для наращивания своей смертоносной помощи поскольку военное командование предупреждает что следующие три недели будут ключевыми в решении исхода войны но между тем на первой полосе как я сразу и заметил соответственно изображен канцлер реши сунак со своей женой акшатой мурти которая как выяснилось не имеет налогового статуса без постоянного места жительства что означает что она по закону не должна платить британский налог на доход который она получает за пределами великобритании и times первые кто начал это расследовать в газете daily mirror тоже говорится что налоговый статус госпожи мурти не являющийся домохозяйкой мог бы сэкономить ей миллионы в то время как ее муж нападает на кошельки страны с повышением национального страхования на один с четвертью процента газета а и также указывает на неподходящее время для новостей о налоговом статусе госпожи мурти борис джонсон цитирует на первой полосе где признается что людям придется есть более дешевую еду носить старую одежду и выключать отопление в условиях кризиса стоимости жизни в британии придерживаясь налогов метро сосредотачивается на замечательные на замечаниях премьер-министра о том что у него абсолютно нет проблем с повышением национального страхования для миллионов рабочих поскольку по его словам это поможет финансировать врачей и медсестер а также справиться с отставанием nhс которая накопилась за время пандемии газета daily mail тоже приводит цитату господина джонсона он тоже находится в центре внимания первой полосы этой газеты но за его замечание о том то есть о другой теме и его замечание о том что биологическим мужчинам не следует разрешать участвовать в женских видах спорта эта позиция которую газета называет голосом здравого смысла но имеется ввиду все эти трансгендеры которые полезли в спорт участвовать в соревнованиях которых они куда сильнее чем в своих гендерных ну а бывшие олимпийцы в том числе шарон дэвис поприветствовали комментарии премьер-министра об этом говорится в газете daily express тоже это идет прямо на главной странице как вы видите большими буквами еще одна интересная ситуация которая рассматривается в газетах так это кража дизельного топлива на сумму более 250 тысяч фунтов причем топлива была украдена с военного корабля королевского флота и описывается газетой сан как крупнейшее ограбление топлива в великобритании но не иначе как там петро с башаровым постарались газета указывает что воры продолжали продавать топлива на черном рынке поскольку цены на топливо достигли рекордного уровня ну с этим я тоже полностью согласен это уже дороже некуда а заголовок дейлистар на первой полосе говорит о следующем уволен за то что он британец это как бы продолжение истории bbc о том что шеф-повар парома подает в суд на фирму пи энд оу за дискриминацию в недавних увольнениях то есть шеф который работает на печально известной компании он подал еще за дискриминацию на них в суд так на этом новости новости газет закончились сейчас прослушаем выпуск погоды с игорем павловым всем доброго времени суток вы на канале русских новостей соединенного королевства моя дочка меня спросила папа вот и синоптиком работаешь твои прогнозы всегда сбываются всегда доченька только даты не всегда совпадает сегодня метеоцентр предупреждает о желтой опасности снегопада в шотландии который закончится к первой половине дня еще и сильный ветер западной стороны в районе манчестера которому суждено продолжаться в течение всего дня центральной и южной части солнечный день только лишь в районе лица и йорка пройдут небольшие осадки температура в среднем шотландии с утра 1 3 градусов в обед 4 7 ночью опустится до минус 1 центральной части с утра 5 7 градусов в обед 7 10 градусов в лондоне 12 а ночью опустится до 4 5 градусов метеоцентр обещает что мая в этом году будет жарким особенно в африке всем хорошего настроения крепкого здоровья и чистого разума спасибо игорь как обычно забавная информация а сейчас маленький эксперимент мне просто интересно смотрит ли выпуске новостей моя супруга и досмотрела ли она до этого места у нее просто сегодня день рождения я хотел ее поздравить надя поздравляю действительно с днем рождения спасибо тебе за твою поддержку и за твое терпение особенно пусть все будет хорошо ну а с вами я прощаюсь до следующего выпуска новостей который выйдет в следующий раз надеюсь техника не подведет всего вам доброго хорошего дня не забудьте подписаться на канал и поделиться им с друзьями всего доброго а